Первый раз, когда я его увидел, по-моему, это было на одном из обсуждений в Доме литераторов, хотя, может быть, и не там, может быть, и где-то в другом месте, я обратил внимание на его абсолютное, даже радикальное отличие от тех людей, которые представляли в то время, так сказать, ну, скажем так, направления или литературные партии, как угодно можно это называть. С одной стороны, так сказать, с одной стороны от тех людей, которые постоянно называли себя русскими патриотами, но с другой стороны постоянно вертелись около комсомола и партийных органов, это была как бы одна группа. Другая группа совершенно понятна, что она такая космополитическая и антинациональная, но в то же время, так сказать, но в то же время так же вертящаяся вокруг мировой культуры, как, скажем, первая группа вертелась вокруг КПСС и ЛКСМ. Понимаете, вот как бы они избрали для себя, так сказать, два центра и, так сказать, как бы вот... Причем, так сказать, если вторая группа иногда, так сказать, по какому-то такому уровню образованности, там даже каких-то так сказать вещей, она была явно выше, чем первая, то, понимаете, но с другой стороны они обе производили впечатление, ну, несколько, ну, скажем так, мягко говоря, ограниченных людей, и те, и другие, чем-то своим, понимаете, прежде всего корыстным интересом. А вот с Вадимом Леонидовичем Кожиным он был абсолютно другой. С самого начала он не имел никакого отношения ни к одним, ни к другим. И вот эта вот его третья позиция, она с самого начала, так сказать, очень сильно привлекалась. И вызывалось желание прочитать все, что он пишет. Естественно, я начал очень внимательно, с интересом читать. А знакомство лично состояло в каком году примерно? Знакомство лично состояло позже. То есть это 70-е? О, Боже, значит, знакомство лично произошло где-то в начале 80-х. Где-то в начале 80-х. Причем, хотя до этого, так сказать, до этого мы встречались, поскольку я, в общем-то, посещал в основном, так сказать, тогда семинар, который вела Татьяна Михайловна Голушкова, то, соответственно, так сказать, ну как бы негласное такое взаимодействие, оно в это время осуществлялось, потому что тогда Татьяна Михайловна была достаточно близка с Кожановым. Потом, так сказать, там были свои накладки, уже не хочется об этом говорить. И у меня были с разными людьми разные накладки. Но это уже все было позже тогда. И вот впервые тогда, так сказать, впервые тогда, я помню, как раз мы их разговаривали, и тогда Татьяна Михайловна мне сказала, что это единственный сейчас человек, у которого есть действительное ощущение России. Вот. Причем это проявлялось абсолютно во всем. Потом, так сказать, было сотрудничество в связи с альманахом «День поэзии», тогда выходил такой, я там, так сказать, что-то тоже печатал. И, так сказать, в общем, достаточно были благожелательные отзывы Кожанова. Вот. Но это все было еще не взаимодействие реальное. Реальное взаимодействие у нас началось тогда, когда, вообще говоря, меня познакомил непосредственно с Кожановым и, можно сказать, привел к нему домой, наверное, известный вам Петр Пламарчук. Вот, так сказать. Собственно говоря, сам Петр тогда написал блестящую повесть о Державине. Вот. И Кожанов, как известно, дал ему, как в то время говорили, путевку жизни. То есть сейчас уже так не говорят. Но, собственно, он, причем Петя сам был в какой-то момент на распутье. Он не знал, что ему делать, печататься ли ему у нас здесь, или ему печататься за рубежом и тогда идти, так сказать, другим путем. Вот. Причем в то время печататься за рубежом совершенно не означало печататься в каких-то левых или сионистских изданиях, а, так сказать, были вполне русские журналы, такие как «Веча», «Русское возрождение» и так далее. Но, естественно, это ставило человека уже здесь в стране в нескоряное положение. Вот Петр тогда был как раз на распутье, и, в общем-то, Вадим Валерьянович, дав ему здесь, так сказать, возможность, написав предисловие, и, так сказать, когда он помог ему, так сказать, когда он помог ему, так сказать, в начале его литературной работы, ну, собственно говоря, он определил его судьбу как русского писателя, печатающегося в России. И, собственно говоря, так сказать, уже тогда у меня, так сказать, все больше и больше намечался крен в истории. И вот я тоже, так сказать, с моими какими-то тогдашними опыстами небольшими, тогда еще небольшими, Петр показал их Кожаному, ну, и Кожан сказал, что он ко мне придет, и давайте как бы вместе работать. Несколько раз я был у него дома. На Молчановке большого? Да, 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 конечно, естественно. Несколько раз он был у него дома. Оказалось, что, так сказать, наши взгляды в значительной степени совпадают. Хотя, конечно, так сказать, уровень был в то время, ну, совершенно разный, несоизмеримый, насколько он был выше. Вот, но, так сказать, во всяком случае, как говорится, я его понимал без слов, и, так сказать, надеюсь, что и он меня понимал. И, в общем, так сказать, в определенной степени даже я бы сказал, что он меня, так сказать, подвиг в какой-то степени на написание моей книги Федора Глинка, потому что, так сказать, сам Вадим Ульянович много занимался этим поэтом. Это политически приятно, помните? Вот, так сказать, вот, после этого, вот это, как бы, я уже даже сейчас не помню, появилось это одновременно или моя появилась позже. В 1978 году у него. А, нет, у меня немного позже. Нет, у меня позже, да. Во всяком случае, вот эти исследования, две книги, которые мне удалось тогда издать молодой гвардии, это об адмирале Шишкове, мусор отечественного любви. Жизел, да? Нет, это не Жизел, нет. Жизел, все-таки, писали большие тогда. А это были маленькие, небольшие исследования в серии библиотеки молодой гвардии, которой тогда, кстати, руководил Сергея Артамон Шлыкошин, Царство Небесное. И, в общем, так сказать, в значительной степени это, так сказать, в значительной степени... И более того, я обсуждал все те проблемы, которые, так сказать, были, и которые я поднимал в этих книгах, так сказать, с кожаного. Вот. Поэтому я могу сказать, что, так сказать, что здесь во многом Вадим Ильянович, безусловно, так сказать, был, если неучительным в полном смысле слова, то, во всяком случае, таким достойнейшим примером. Вот. Ну, если говорить о... Если говорить о... Здравствуйте. Каких-то, так сказать, предпочтениях, вкусах. Вот. Ну, они у нас практически совпадали. И в поэзии, и в истории? В истории, безусловно. В поэзии не всегда. Вы знаете, вот, собственно говоря, пожалуй, был... Сейчас я запишу, подождите, по-моему. Один поэт, по поводу которого я был с кожаного не согласен, это Ощений Тарковский. Я был категорически с ним по этому поводу не согласен. Считал, что вот эти характеристики, которые он ему давал, как эпигону, так сказать, причем какое-то его слово было интересное. Сейчас я постараюсь его вспомнить. Ну, вот классическое... Нет, 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 нет. Сейчас я могу сказать, это я постараюсь сейчас вспомнить, это определение очень смешное, даже какое-то хитроумное. Что вы хотите пригласить? Сейчас скажу. Ак-миофутуризм или что-то вот такое, так сказать. Вот, такая попытка соединить. Ну, вот. Но это, пожалуй, был единственный... Сталина на фронт. Единственный сюжет, по которому я с ним не соглашался. А сейчас? Сейчас тоже. Да, и сейчас тоже, да. Вот где я переменил в известном смысле в пользу кожаного свои, так сказать, пристрастия. Я в тот момент, в общем-то, недооценивал Юрия Кузнецова. В тот момент мне, так сказать, Кузнецов казался грубоватым, недостаточно глубоким, и я его где-то в какой-то степени соотносил даже вот с такими вот околокомсомольскими, околопартийными людьми в поэзии. Вот. Но, тем не менее, сейчас я понимаю, что я был не прав, а что был абсолютно прав, что речь идет о величайшем русском поэте вообще-то 20-го века, всего 20-го века. И о том, что, так сказать, это действительно, ну, как бы, с одной стороны завершение эпохи, с другой стороны все. А с третьей стороны то, что, конечно, это потрясающе из почти тренних художеств. А почему вы встречались? Да, конечно, конечно. Более того, так сказать, мы встречались и в ЦДЛ, и, как говорится, там, и за столом, и, так сказать, и не только за столом, и даже в какой-то момент, но это было уже позже, даже в какой-то момент он мне хотел даже какую-то, так сказать, должность там где-то предложить, в какой-то газете или что, в Кузнецов. Вот, но как бы к Кузнецову, вот как к поэту, я к нему приходил постепенно. И вот сейчас я понимаю, что Вадим Ильянович был в отношении Кузнецова не просто про Афа, так сказать. Какие-то звонки были вот между Кожаным и вами? По телефону? Ну, конечно, естественно, так сказать, я там, скажем, звоню, говорю, Вадим Ильянович, можно вот к вам прийти? Да, да, конечно, конечно. Общая картина исторического процессора, русской истории. И мы смотрели и сейчас, в общем-то, смотрим на это одними глазами, я бы сказал. Такая историосовская картина. Историосовская картина. Хотя, скажем, ну, я считаю себя, как говорится, безусловным монархистом. Что касается Вадима Ильяновича, его отношение к этому было более уклончивым. Сдержанным. Сдержанным. И причем не только, это было не только следствие какого-то, так сказать, советского опыта, это отчасти и некая попытка взглянуть, как он считал, более объемным. Но в данном случае, так сказать, в данном... Но опять-таки, это вот тот случай, когда, так сказать... Вам это не мешало общаться? Ну, абсолютно. Никогда нет никаких обстоятельств. Вот. А какие-то автографы есть? Остались у вас на книге свои? Вы знаете, я, честно говоря, сейчас... Вы знаете, у меня были, так сказать, всякие сложные обстоятельства, и много переездов, и всего прочего, поэтому я сейчас просто не переполню. А вот последние какие-то или встречи, или звонки, так, были? Ну, уже предсмертным, можно сказать. Предсмертных не было. Предсмертных не было. А вы не были на похоронах? Нет. Я не был, я уезжал. Ну, в 90-е годы, в 90-е вы встречались, да? Встречались, да. Встречались. Это человек, который, так сказать, в общем, создал, конечно, поколение. И который создал, конечно, хотел он того или не хотел, он создал школу, которая до сих пор существует. Школу, прежде всего, поэтическую? Нет. Нет. Все-таки нет. Духовную? Школу, духовную тоже нельзя сказать. Все-таки, все-таки, так, литература и наука, это все-таки области, скорее, душевные, чем духовные. Поэтому духовную тоже нельзя так сказать. Но школу, школу мысли, я бы сказал так, стиль мышления. Стиль мышления. Причем, я совершенно не согласен с теми, кто считает, что он так и не смог стать профессиональным историком. Конечно же, им не только стал, но он был одним из лучших профессиональных историков своего времени. И некоторые историки, в том числе, очень хорошие, порядочные, так сказать, благонамеренные, такие, скажем, Аполлон Григорьевич Кузьмин, допустим, довольно скептически относился к Кожаному, как к историку. Ну, в силу чего? Просто в силу разности образования, значительной стеки. Иногда Кожаного упрекали в том, что он непосредственно не работал в архивах. Главный упрек. Это был главный упрек. Ну, вы знаете, что? Дело в том, что далеко не все, так сказать, работали в архивах. Вот, так сказать, если взять таких, скажем, историков, как Костомаров, я, кстати, его не люблю, но, так сказать, он, тем не менее, считается вполне академическим историком. Я повторяю, я не люблю Костомаров, но считается он историком академическим. Но, так он же тоже никогда не работал в архивах. И таких очень много. Поэтому это не упрек, потому что вопрос об архивах всегда возникает непосредственно по ходу работы. Может, ему они в каком-то смысле уже были не нужны, потому что он объединял все. Он объединял и связывал воедино и, так сказать, воедино он связывал и историю, и философию, и литературоведение. Ведь архивом занимается тот, как обычно, тот, который какой-то отдельный кусочек. Архивом, естественно, занимается тот, кто, так сказать, занимается конференцией. Да, конференцией. Тут, конечно, не обоюсь. Тут без этого не важно. А он объединял уже, может, к столетию. Да. Что еще можно сказать? Очень его сегодня не хватает. Очень не хватает. Очень не хватает. Опять-таки, это вот как с Кузнецова, кстати. Чем дальше, тем больше. Чем дальше, тем больше ты это поменишь. А с Юрием Ивановичем Селезневым вам было? Да, да, да. А какие встречи, хотя бы две-три можете вспомнить? Потому что я тоже о нем собираю материалы. Юрий Иванович очень содействовал изданию вот этих моих двух книг о Шишкове и Глинке. А может быть, даже он вас и побуждал? Отчасти и он побуждал. Отчасти и он побуждал. Как-то все между собой общались. Вот. И я должен сказать, что вот мы с Поломарчуком фактически оказались последними из тех, кто, так сказать, кто мог бы считать себя членом вот этого самого русского клуба. Понимаете? Да, да, да. Из молодых таких. Именно из молодых. Потому что после нас уже ничего не было. Вот мы как бы... Хорошо. Вот мы как бы вместе с ним пришли. Вот мы были, наверное, как бы последние. И поэтому, естественно, естественно, тут возникали такие фигуры, как Селезнев, Лощец, с которыми я, кстати, в то время очень плотно общался с Юрием Халычем, Дмитрий Анатольевич Жуков и так далее. То есть вот они как бы сразу эти... А вы с Юрием Ивановичем были знакомы? Ну так вот, с Юрием Ивановичем был я знаком по ЖЗЛ, естественно. Потому что, естественно, был знаком по ЖЗЛ. И более того, и как раз вот здесь можно сказать, что я, так сказать, в общем, провожал его, так сказать. У него я был и на похоронах, и дома, и так далее, и так далее. А с Передреевым? С Передреева, по-моему, вот так, ну, так сказать, не могу сказать, что мы дружили, потому что у нас всё-таки очень разные, ну, как бы такое социальное что-то, да? Очень разное социальное происхождение во многом. Поэтому мы... Ну, вот. А стихи мне его очень нравились, особенно... Ну, не все. А особенно вот его стихотворение... Сейчас скажу. Что-то такой безактивный путь познания, страшно, логика и сна, нету Бога в мироздании, и пространство привезло. Известное его. Да, кстати, в известном смысле на меня повлияло очень сильно стихотворение, на какие-то, так сказать. Именно вот поэтические искания, как ни странно. Вот. Вот. Поэтому перед рябой очень ценю их всегда идти. Музыка. Ирина. Вамonas.